Сегодня в Колумбии, когда в Москве было утро, разбился пассажирский самолет. Он направлялся из Боливии. На его борту был 81 человек. Летели в том числе футболисты одной из бразильских команд. Практически в полном составе игроки, руководство клуба, тренеры. Сегодняшние события еще раз доказали, насколько в жизни близки трагедия и драма. Когда спасатели добрались до места крушения, они обнаружили выживших. Данные постоянно меняются, но на этот час можно говорить, что спаслись пятеро. Кто-то из состава команды опоздал на рейс и уцелел. Соболезнования в связи с трагедией выразил Владимир Путин. Президент России передал слова о сочувствии родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Дмитрий Рунков о первых версиях катастрофы. Это видео за день посмотрели миллионы человек по всему миру. На нем игроки бразильского шапокуэнса Алан Рушел и Маркес Данила незадолго до крушения самолета. Они оба чудом остались живых после падения лайнера с высоты несколько тысяч метров. Кроме них в этой авиакатастрофе уцелели вратарь команды Джексон Фальман, а также стюардесса и бразильский журналист. Поисково-спасательную операцию проводили ночью в кромешной темноте. Почти сразу стала поступать информация о выживших. Сначала говорилось, что их 13 впоследствии официально было подтверждено. Госпитализированы только пятеро. Всего на борту находилось 81 человек, включая членов экипажа. Лайнер с бразильской футбольной командой направлялся из Боливии, где делал промежуточную посадку, в колумбийский город Медельин. До него оставалось менее 200 километров, а до ближайшей посадочной полосы лететь и вовсе не более 50. Возможно, не хватило топлива. Либо в экстренной ситуации пилот решил выработать остатки горючего. Об этом свидетельствует то, что после удара о землю фюзеляж разлетелся на тысячи обломков, но не загорелся. На месте развернуты бригады всех необходимых служб, в том числе из Медельина, пожарные, скорые. Все, что необходимо, будет сделано. Это особенно важно подчеркнуть в связи с тем, что есть выжившие. Мы делаем все, чтобы помочь им. Это наш приоритет. И, конечно, наши слова поддержки мы адресуем семьям, друзьям погибших. Это все очень, очень печально. В Колумбию бразильская команда летела, чтобы побороться за южноамериканский кобок. Перед посадкой на самолет игроки в припонденном настроении снимали друг друга на телефон, фотографировались в салоне лайнера и делали селфи с капитаном воздушного судна. Решающий матч должен был состояться завтра. За несколько дней до трагедии футболисты ликовали в раздевалке, когда завоевали путевку в финал соревнования. До последнего момента это был лучший сезон в истории клуба. По сообщениям СМИ, команда должна была отправиться в Колумбию на другом самолете, но борт заменили перед самым вылетом. Сейчас рассматривается несколько версий причины катастрофы, одна из основных – отказ электрооборудования. Очевидно, мы пока не можем отбросить другие версии, помимо предварительно обнаруженных неполадок в электрике. Мы будем рассматривать все факторы. Для нас крайне важны показания выживших. Ранее этот самолет использовала и сборная Аргентины. Всего две недели назад на нем футболисты добирались в Бразилию на отборочный матч чемпионата мира. Лионель Месси выложил фотографию в кабине с тем же пилотом. Сегодня нападающий Барселоны вместе со своим клубом память погибших почтил минутой молчания. К траурной акции присоединились и игроки мадридского Реала. Колумбийский клуб Атлетико Националь, который должен был стать соперником разбившейся команды в предстоящем финальном матче, обратился с просьбой объявить Шапи Куэнса победителем Кубка Южной Америки. Продолжение следует...